Доброго времени суток! Дорогие друзья, с вами студия StarLadderTV, у микрофона Тексас, и у нас сейчас будет Weekend Cup под номером 382, одна четвёртая, и командой у нас сейчас будут играть Anima Unity против M Panthers. Да, у нас в общем распик сейчас на АП, так как был рехост быстренький, нужно было в лобе переконнектиться. В общем, у нас здесь, что у нас здесь, у нас здесь Viper, Saillancer, Tuscar, Undyne, KSF у Panthers, и Dazzle, Darkseer, Lina, Viverna и Medusa у Anima Unity. Да, Anima Unity должны вы эту команду знать. Как раз таки проводился турнир, который был 100 долларов. Команда искала себе, не команда, а организация искала себе команду. Соответственно, нашли, и вот они катают. Да, давайте посмотрим ещё статистику команд на StarLadder. Посмотрим, что здесь у команд, в принципе, происходит. Пантеры, 4 победы, 0 поражений. В принципе, новенькая команда, что особо так не посудишь, насколько хороши они им. Ну и, Anima, 12 побед и 0 поражений. Плохие статистики у команд не проигрывают. Вот, Anima играет первый турнир, не считая Аматорки. То есть, в Аматорке они все турниры выигрывали, и прошли там уже раунды 4-5, точно не скажу. Но вот, в общем-то, фаскапы они не катали, и вот первый для них Викинг Кап. Так что, с почином. Ну, первым, по крайней мере, в составе этой команды. Да, в общем-то, давайте посмотрим, кто у нас знаком играет. Анима. Оскар у нас на Дазле, Джино на Дарксире, Санта на Лине, Пром на Виверне и Гетантоп играет на Медузе. Ну и Пантеры. Сантроп на Вайпере, на Салантере ЛС Тим, Эя у нас играет на Тускаре, Киза Курундук на Андаинге и Каниопатия на СФе. Да, у нас пошли такие небольшие здесь драки за руну, вот Дазл подстрял немножко здесь. Тамбу поставили, пытается его здесь развалить, но Шардо уже нету, Вряд ли, вряд ли его добьют. Хоть это всего лишь и Дазл, даже с Греевом. Совсем-совсем нету вариантов его как-то наказать. Чейпром и Виверна... Нет, здесь не будут драться. И у нас в Харду отправляются Пантеры. Решили не дать фарма Медузе, но, в принципе, Андаинг, Тускар и Вайпер. Вроде бы неплохая линия. Хотя здесь тоже, наверное-таки, неплохо Виверна, Дазл, подсейв есть. Так что, не факт, что получится здесь как-то поубивать. Так, сейчас, секундочку, я проверю. По-быстрому. Так, всё в порядке. Ну, Шарды хорошие. Вот, убить вряд ли получится. Пытаются размять здесь Тускара. Тускар, кстати, без подсейва. Его могут здесь и убить. Очень мало кого не остаётся. Пытаются его добить. Всё-таки пара тычек залетает. Вайпер пытается заметить здесь Виверна. Виверна, не дай спидать. Тычка. Тамба остается. Тычка полетела. И, всё-таки, будет здесь жить. Под Грэвом. Развалили Тамбу. Дазл. Дазл очень лоу хпшный. Дазл всё будет получать последние тычки. И Сальву ещё и потратил. Не знаю, зачем. ФБшечка достаётся Андаингу. Наверное, решила всё-таки гнать. И Тускара она настигла. А вот Лина побивала минду против СФ. А СФ всё-таки Кайлом успел дофармить. И, в итоге, у нас три фрага произошло буквально за 10 секунд. И по счёту у нас 1-2 в пользу Пантер. Ну, неплохо. Финни совсем чуть-чуть не хватило. Ну, на хайграунд, скорее всего, мисс залетел на последнюю тычку. Ну, или просто СФ Кайлом добил. Не успел я этого увидеть. В общем, не суть. Ну, по крайней мере, Лина быстрее на линию вернулась. Телепорт, а вот СФ пришлось возвращаться на базу. Там регенится. Ещё и без ботла. С тех пор. Просто с учётом фрага полученного. Один крип всего лишь. Ну да, как-то даже здесь по выходе получилось для Лины, чем для СФ. Стоя на то, что Лина погибла. СФ взял для тебя фраг. Ну, хотя бы душ набил. И то хорошо. 12 душ. 2 фраг. Это неплохо. Ну, у нас война пошла. По гривому пока что Виверна. Ну, Виверна отправляется в таверну. Довольно-таки агрессивная линия получается. И пока что это окупается. Пока что неплохо. Так, кстати, что там в харде происходит? У нас Сайлантер против Дарксира. Вот Дарксиру здесь будет сложновато. Мне кажется, хотя Сало у нас через Курсу играет. И такой себе выбор. Полишать маны Дарксира, ну, прикольно. Но у него Сало ринг, а толку. В итоге Дарксир подфарливает лучше всех. 13 на 1 у него. А Сайлантер всего троих крипов убил. Ну, не знаю. Не нравится мне раскачка его. 2-0-1. Лучше бы 1-2 было бы. И Курсу не качал. Было бы покруче. Ну, и Сеф Медуза тоже так просаживается. Хоть фраг и сделал. Но крипов всего 4-х смог убить. В то время как Лина 11 на 7. Получше. Крип статик. Ну, и Медуза у нас через плюсики. Понятное дело. Через мана Шилд. Но, в принципе, против триплы не помешал бы и Мистик Шейк. Мейки бы здесь неплохо пробивали. Да, пауза сжимается. Датал первого левел бы еще не получил. Ассист. Смерть. Вайперок у нас фармит лучше всех у Пант. Вернее, не у Пант, а у Пантер. 9 на 4. Ну, посмотрим. Там бы еще и стаки не мешал бы делать СФ. У нас все-таки трипла стоит в харде. Стакки никто СФ здесь не делает. Он еще и за Дайр играет. То есть сам на стаки тоже сходить не может. Ну, в принципе, может сходить, но слишком много времени тратить. Это не отойти. Буквально на пару секунд следить и сделать стаки вернуться. Да, и снова просят паузу. Да, подлагивает, по всей видимости, то ли сервак, то ли инет. Бывает. Тропы. Ладно, подождем. Да, и решили по правилам катать. Ну, в принципе, все справедливо. Ну, да ладно. Виверна. Решила Курьера поймать. Ну, нет. Все-таки летающего Курьера не подбить. Вот на СФ выйти. В принципе, можно попробовать. Через танчик, задувочку. Виверна у нас какого? Второго левела. Спритоблаз у нее вкачан. Ну, может захватить урона. Хотя понадежнее все-таки с 6 левела дождаться на линии. Тогда фраг. Скорее всего, получится. У нас здесь... Тайлансер. Может и подставиться. Да, на Курце спритоблаз залетел. Ну и, похоже, это легкий минус. Да, минус оформим. Тускар летел на телепорте, но отменил. Понял, что уже поздно. Уже не помочь. Ну, шарды неплохие по Оскару. Но все-таки там Грейв. Как его добивать? Быстренько убить не получится. Сноубол пошел. Оскар каким-то хилом есть. У него хп еще достаточно. Грейв сразу же на себя. Медуза здесь. Медуза, правда, помочь. Сейчас его так-то и не может. Побежали. Забыки. Забыки не смогут догрызть. Нет, но циклически не добивают. Вайпер. Оформляет фраг для себя. Там Буза тут оформила. Здесь Медуза. И она, в принципе, вполне довольная. Попытается убить еще и онлайнга, но нет. Смеек нету. Так что, хотя бы там БАМ. Тоже неплохое количество голды принесло. Ну и 2 на 4. У нас в итоге счет на пятой минуте. Ну вот все-таки линии выиграются здесь у Анима. Даже в харде, в принципе. Не в харде, но на изи-лейне. Харда трипл. Вроде бы и фраги делает, но все-таки Медуза не погибает. Ну, Даттл, конечно, по левелу второй. Верна третья получила. Как-то пошла она в ром уже. Ну, не особо. Не особо получилось здесь загновить. Хоть фраги и сделали. Но пока что так себе. Верно. Сместилась в леса. Прочекала. Есть ли стаки? Стаков нету. Попробую теперь в мид выйти. Лина уже с шестым. Ну, в принципе, да. Зарядить лагуну под Артикберном. Хорошее замедление. Закинуть станом будет не сложно. Так что фраг не такой уж... Вернее, не такой уж и сложно сделать здесь фраг. Сала. Курса уже в 3. И как-то совсем это... Не очень. Так, просто совсем не висит. Зачем качать ее здесь было? Ну, посмотрим. Лежать маны Медузу... Ну, не особо получится. Даже в четвертом левеле курсы. И... Если еще и Аганим будет делать, то... Совсем как-то получится... Не очень. Через Айлансер с фаст Аганимом. Похоже на это, потому что, как правило, курсу качают только когда Аганим собираются брать. Ну... Поглядим. Поглядим. Залетает. Ну и сам там минус. Да. Минус легкий. Кландобрейс не помог. Критеблаз отлетел. Ну... Не получится здесь никого бить. Зато пробил. В принципе, неплохо. Хотя с батла отхилились. СФ отхилил. Туз кара. Сам подхилился. И Аганим ушел уже делать стаки. Один стак уже сделал. Ну, в принципе, неплохо. То... Все-таки, начали делать стаки для СФ-чика. Вот не знаю. Получится ли эту медузу убивать. Там бронированная. Статы выходить. Килу купила. Посмотрим, посмотрим. СФ надо набирать себе плотности. Уходить в паст айтем. Потому что Лина будет щелкать. Ну и Дарк Сью, в принципе, будет с быстрой мекой. Вармит он хорошо. Что у нас, в принципе, происходит? По... Эдвордам. Сно-бочи платили на Санту. Ну, шарты не точные. Сразу два телепорта. Ратор Морозе скидывает станчиком. Лагуна. Да. Свидание. Ну и Undying здесь. Попробует отступить. Ну, в принципе, да. Он уходит. И сразу же сместились в четвером. Мид неплохо. Вернее, второе сместились. На Сейв Санты. И теперь в четвером. Попробую подпушить, возможно. Посмотрим. Да. По нетвордам. Что у нас происходит? Ну, по нетвордам, по крайней мере, введут у нас Пантеры. 3200 у Сефа. Неплохо. Он так уже обогнал здесь Лину. И 3000 у Вайпера. На пять сотен. Он гоняет Медузу. Ну, в принципе, неплохо. Можно только это кто-то реализовать. Смотрите. Быстрая Мека на Вайпере. И СФ Сашу Яшу быстренько соберет. Будет более-менее. Даже не более-менее. Будет даже хорошо. Могут пойти. Подбавливать, подпушивать. Есть там ба. Тому поставить. Еще и сам закинуть. Вдруг какая-то агрессия. Или сами будут нападать. Во время пуши это. Неплохо. Может помочь. Мекам. Жир. Статы. Подхил. Если норм. Пацает ускаром. И гильщика еще качает. Хотя там, в принципе, почти все рейнджовые. Ну, все равно будет. Помогать. Еще есть рейнджика. Может так неплохо. Попробивать. Ману всю потратить. Рейнджица. И фраг щелкнуть. Тарканы. Появляются. Уверные. Четвертый левел. Медуза у нас шестой. Почти семей получила. Пуфлакая агрессия. Медуза у тебя прожала. Влетает в нее вайпе страйк. Пытается отступить. Уже пантеры вторгнем тому поставили. Но Медуза туда здесь защелкнула. Пуфлакает в лагуна. Залетает, щелкает. Все-таки здесь у нас Тускара. Тамбу пока что не ломают. Под гривом пока что у нас дазл. Дазл дамажит. Неплохо еще и подригенился. Будет. Он же здесь жить. А вот вайпер здесь жить не будет. СФ здесь. СФ попытается калами откинуть. Старгустанчик ловит. Каждый классный. Здесь его подловили. И СФ развалится. Даблкил для Медузы. Минус 3. В одного. И на топе, на топе у нас Айлансер динает вышку. Дарксир. Его там все-таки размотал. Нет. Дарксира он там все-таки размотал. Но снизу получается 0 в 3. А на топе Дарксир пытается добиться Айлансера. И вышку завладить не получилось. Но в принципе. Конечно же в плюс для анима. Айлансер получился только первые два интеллекта. И курса уже промашена. Да. Фул статы. Медуза качается. Хотя нет. Винтершот уже появился. Будет фармить стаки. Хотя стаков пока что. Особо так-то и нету. Решил играть без Снэйка. Ну не знаю. В принципе Снэк был бы неплох. Но да ладно. Что будут статы. Ну а Лина выходит у нас в Юльчик. Ну и в принципе 10 минута. Давайте посмотрим что у нас происходит по графикам. По счету у нас 6-6. Пока что равненько. А вот по графикам анима ведут в районе полторы тысячи. Даже чуть больше. По голде и полторы тысячи по экспе. Преимущество заработано для себя. Хоть и небольшое. Но все же имеется. И вырвались два кора в топ по нетворсам. Неплохо. Все таки Лейд сильнее здесь у анима. По мне понятно. Все таки Медуза там. Сф и Вайпер. Вайпер. Ой. Дэми кэри. Лейд у нас особо так и не выйдет. Смой против Медузы. Там еще и Дарк Сир. Стенка стяжка. С Даггера. Плюс Гладиан Гриус. Скорее всего соберет. Лина. Тоже будет щелкать. Что-то по жесткому лиде СФ. Например. Если выйдет в Хекс и Рефрешер с агонимом. Ооо. Будет. Изи. Фраги. Зачислять. Если преимущество для себя сейчас работает. По голде и экспе. Ну в принципе по голде. По экспе будет не важно. Посмотрим. Он Сайлансер. Не знаю. Кор Сайлансер с барабанами. Девятый левел. 4.1. 3.1. Прокачка. Такой себе. Килимс 3. На СФ. Ну и. Почти. 11. Левел Лулины. Которая ультимейт будет. Шваркать. Еще сильнее. Еще и ворды поставили вражеские леса. Чтобы спалить. Еще какой-то фарм СФ в лесу. Но пока что. Туда никто не смещается. Медуза. Никуда не смирается уходить. Фармит. Здесь у нее все очень хорошо. 2.0.2. 4.500. Даже 4.600. Нетворса. Все в порядке. И. Скорее всего. Будет. Быстрый Скади. Хотя. Возможно. Купить себе Сенж. Сенж монту. Да. Сенж монту. Будет. Нормально. Все таки. Вернее. Яшу монту. Купить. Эээ. Потому что. Там. Сайласер. Скидывал себя. Глобал. Это всегда приятно. Не тратя. Этпи денег. И зарядом. В БКБ. В принципе. Медуза. Здесь. Вряд ли. Будет. Монты. Будет. Достаточно. Хотя. Тут. Не пришало бы. Собрать. Юльчик. Все таки. Довольно таки. Полезно. Нес пылы. А под глобалом. Увы. Не кинуть. Да. Юльчик. На даст. Юльчик. На линии. В случае чего. Он может. Выйти в Юл. Если захочет. Тарксир. Гладион. Гривз. В принципе. Пофиг. Будет. По началу. На глобал. Но. Скорее всего. Купит. Монту. Так что. Неплохо. Здесь. Подконтрить. Керри. Сайлантера. Вернее. Кора. Сайлантера. Такой. Тивион. Керри. Там. Там. Врывается. Неплохо. Уже. 30 секунд. Ну. В принципе. Минута. Паузы. Я имею ввиду. Тоже. Могут. И. пододжать. И. Подожать. Пауза. 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 Мина. Долетает. Но. Спритерласт. Начал. Наваливать. По. Команде. Пантер. Минус. На. И. С. Попытается. Похоже. В лидам. Сейчас будет. Вижем. Пытается. Требор. Непло. Лагуна. Ну. И. Анима. Так сказать, как любят говорить у нас Вилат с Каспером, полное вытирание команды из пики мужчин. Ну, неплохо, неплохо получилось. Хороший файт, все равно то, что был глобал, даже не смог ничего в кастовать, но и без дазла справились. Увы, файт-рекап там полный не показывает, показывает всего лишь смерть СФ, но деньжа заработали там знатно. Порядка трех тысяч. Так точно. Ну что, по шмоточкам появляется Дазл, 500 голды есть, у него Клака, он здесь не выжил, так что ничего не подзаработал. Но зато остальные заработали, Дарсир у нас после Медасика уже имеет почти 500 голды. Лина 2600, даже 2700, Виверна, вот Виверна здесь как-то слишком богатая, 1900, возможно купит тебе Юльчик, ну посмотрим. Или все-таки Глимер, у вас Глимер тоже будет неплох. Ну и Медуза выходит себе в манту, которая скоро появится. Пайперокс, Мекай, Сайлансер, ПТ, барабаны, стики, 4 всего лишь лоукости, вернее 4 инты, он смог украсть за 18 минут, и это слабо, очень-очень слабо. Лучше бы Сайлансер шел в харду со своими тиммейтами, если там получается взять фраги краски, зарабатывать для себя интеллекта, а Джина мог бы здесь поразминать и Вайпер. Сволок по теме постоять, даже мог бы и убить, если кто-то подставился, но вряд ли. Там были фраги, но, по крайней мере, Сайлансер бы зарабатывал для себя интеллект, и это было бы получше. И, конечно же, курса эта промашенная, не знаю, насколько это профитно. Глойвы всего лишь в единичку. Все-таки Глойвы, Винтерскерс наваливает, вернее, Колден Брейс наваливает. Чистым дэмэджем, как раз-таки, можно добивать, там еще и интеллекта заработал. Как мне кажется, стоило Глойвы уйти триплой в хард, а Вайпер был соло. Ну, команды так не пошли, так что, и узнаем мы, как было бы лучше. Такой неплохой подпуш, четыре иллюзии, там у нас, кстати, Шадо Блейд появился у Сэфа, 1-2 левел имеется, 2-3-1. И пока что, довольно-таки, все плохо у Пантер. Скоро у Анима начинает выраться вперед. Там еще все-таки Медасик, Арканы уже имеется, скоро появится Даггер, потом Гвардиан Гривсы. И совсем как-то плохо все будет у Пантер. Смог вылазка по 70 будет у нас от Анима. Наверное, все-таки, все-таки, Форстаф. Ну, на подсейв, в принципе, от Сноубола. Вернее Сноубола даже от Шардов. Если кого-то закроют, то, в принципе, норм. Вот, Юльчику не помешали. Ну, пока что, как-то Глобал, он особо не заряжал здесь. Могли его пережить, там, подцепили только Дазла и развилили пятерых, так что норм. Пока что, и так, обойдутся. Ну, а Дарк Сир, Дарк Сир у нас уже купился Гвардиан Гривсы. Все-таки, решил не с Даггер начинать. Сф, Инвизия, еще и у Смока. Попытают подцепить здесь. Сф раздувается. Сф, Джина подходит там, Фридык. Ой-ой-ой, как же там его больно разорвал. Но Гвардиан Гривсы есть. Но нет, все-таки отправится вон в Таверну. Шарды полетели. Не в то время, не в то время оказался на промо. Мармальдис, Маргус Пайн залетает. Прямо Конебрейс. С лагуной стерли у нас уже от Тудскара. Хороший Гривсы откидывает. Ютскерс под четверым, вернее, под троим закидывает. Вроде бы неплохо подхил пошел. Сол рипом по СФ, а Курсу откинули. Двоих пока что получилось. Минус у Панте, подцепили. Вроде бы здесь еще и Дадл. Да, Дадл, вроде бы должен отправиться в Таверну. Стан не точно. Ну и Оскар, Оскар минус. Три в один. Неплохой размен. И все, в принципе, здесь будут все жить. Медуза у нас сплит пушит. Лина пока что подспавнился какой-то на себе в Блудстоун. Вот, просто не повезло. Кратске, во время Реквиема, Джина у нас оказался фактически внутри СФа. И очень и очень больно по нему влетел с ультимейта. Че-как бы это помогло. Никак бы это не помогло. Телепорт было сбить нечем. Просто послал ультимейт и улетел. Вот если бы было бы чем сбить ТПшку, то был бы фраг. Хотя могла бы иллюзия расконтрить. Здесь Медуза была. И, в принципе, ушла бы. И, вряд ли бы ушла бы, если бы Форт сбили. Ну, да ладно, не суть. Медуза, что у нас в итоге имеет. Почти действительный Творц себя оформил. Наверное, будет уже выходить в скаде. Посмотрим. Лина. Вышла себе в Блудстоун. Дарк Сир у нас. Гвардиан Гриусы. Даззл. Копи себе на Глиммер. Копит себе на Глиммер. Ну и Виверна с Форстафом. Одиннадцатый левел. Ну что, Пантер. В Агоним решил выйти Вайпер. Там всего лишь один. Милейшник. Ну, в принципе, в Медуза кидать Агоним и ультимейт. Ну, в принципе, норм. Но... В принципе, норм. Не особо круто, но, в принципе, норм. Силансер. У нас, как раз таки, играет через Атос будет. Как бы, стандартный силансер, который качает... Не качает, вернее, курсу. А качается 2-2. И в плюсики выходят. У нас здесь как-то... Странноватый выбор, если честно. Ну, да ладно. Нападение на Тускаров. Сноуббольщики пытаются себя подсевить. Сноубболь врывается на крипов. Неплохо так подразвел. Ну, и вот Юльчик сейчас будет. Да, на Юль поймала. На Тан посадила. И лагуной отправила в таверну. В принципе, алгоритм действий... Стандартный. Ну и что? 23-я минута. 16 на 10. У нас по счету. А вот по графикам 11 тысяч голды. За Анима. И, в принципе, то же самое по Иксфе. Да, графики довольно-таки похожие. У нас неплохое преимущество. Себя заработали. Вот АЕХ бы забрать. Пока что не хотят. Но, в принципе, в принципе... Так-то и урона особо-то нету. Медалек нету. Можно и на ботом оставить. Ну и Демонейдж. Покупай себе дуза. Похоже, это МКБ. Не думаю, что это будет Фаст Дайдалус. Ну, в принципе, МКБ норм. Урона неплохо. Добавляет. Ну и кто у нас, в принципе, по вардам? Давайте посмотрим. Пытались задеварить Пантеры свой лес. Сентября там стоит. Сентября не достает до Апфега. Хорошие в итоге варды стоят под Анима. Плохо не так видят. Врагские лесницы видят. И что происходит позже. Вдруг заход на Рошана, на Эншстах, на линии. Ну и по вардам от Пантер. Видят они вход на Рошпит. Стали здесь задеварить. В принципе, вардов здесь нету. Как-то не прочел, получилось, не получилось. Там попадение пошло у нас на топе. Лагуна. Ну и, в принципе, все стандартно. Еще и double damage имелся. Что фраг почти довольно-таки легкий. Ну и 8, 2, 6. В итоге у нас у Санты. Почти 13 тысяч нетворса. И здесь заряд об бустовне. Да, девардели варды у нас. Как раз видим, в миде. Здесь всего на горочке. Здесь вард искали. Стандартный вард, в принципе, в лесу. Тоже искали. Сантря стоит еще у нас и после своих Эншстов, в принципе, на входе. Вот варды немножко поставили подальше, так что не доставят Сантря. Вот хорошие такие Сантри стоят, в принципе, пытались находить варды. Но все-таки 2 варда, даже 3 варда стоит еще у Пантер. Даже в лесу девардели. Но, в принципе, неплохое место. Сейчас там фармят шарды неточные. Я в 100 воль покатился. Не. Догнать телепорта уже от Виверны. Такой телепорт не особо-то был и нужен. Смогли бы там Лину догнать слишком много МСа. Ну и появился. Уже Шалом Улет у Дазла. И Криммер уже практически есть. Осталось только Курьера привезти. И нет, все-таки появляется Дайдалус. Да и Далус у Медузки. Почему бы и нет? Количество ДПСа встречало очень-очень сильно. И уже готово гонимчик у Санты. Да. И 17 левел. 850 чистого урона. Тайлантеру будет очень больно. Вайвер Т6600. 1100 у нас. Даже 1200 у Андаинга. Тускару фактически ваншот. Просто стан. Лагуна. Может даже. Или даже задувка лагуна. Может даже не ловить на яульчик. Ну и смок вылазков. Пытается Пантеры здесь как-то. Подгангать. Пром Девардит. Пром сейчас может здесь и подвлип. Но хотя есть форстаф. Может и. Так сказать. Задуджить. На себя агрессиво. Апистак залетает. Как раз таки. Аганим появился у Вайпер. Довольно-таки большая рейнджа. Ну и сейчас форстаф будет. Да. Слетел вниз. Сэфтайс раздуст. Прожали. В итоге дасты. Покатились. Так себе. Дэмаж. Здесь у нас слеп. Конечно порезал урона. Но не важно. Лагуна. Достреливая здесь все-таки. Сускаром. Годлайк оформлен. Пытается завалить здесь еще и Вайпера. Вайпер. Похоже здесь тоже в лифт. Там баста и там баста. Там неплохо. Замокейн нас плавил. Там бубы здесь развалить было бы. Желательно. Никоскор залетает по Сайландсеру. Санатер минус. Отправляется. Наверное у нас еще и Дазл. Кондом Брейс. Верно. На себя. Откинутся встанчиком. Саната классно. Классно вообще. Здесь забирает вайперочком. Ну и остается у нас СФ. СФ хочет Shadow Blade. Пытается скрыться. Похоже будет он жить. И там погоня у нас пошла. За НДА. На Телепорт сбить нечем. Вакуум. То в кулдауне. В принципе и маны не хватает. Ну и СФ тоже ушел. У нас в итоге файт. Один в три. Но в любом случае в пользу. Для Анима. Тысяча. 250 голды. 50 зарабатывает. И 3200 ХП. Еще порция преимущества. Дайдалус еще не появился. У Медузы на рядах не хватило. Да. Купит. Да. Дайдалус выехал. Последняя внешняя вышка. Остается у Пантер. Пойдут пушить. Эту вышку. И скорее всего после пойдут на Рошана. Как мне кажется. Хотя возможно выйдутся без Роши. Что у нас здесь по графикам. Здесь уже очень сильное отставание. Пантер. Прыгнут они уже 18 тысяч по голде. И в принципе столько же по ХП. Даже может чуточку больше. Еще одна смок вылазка. Попробует. Что-нибудь сделать. Но пока что все плачено. Смотрится вот. Керри Сайлансер. 6700 нетворса. 4 интеллекта сворована на 28 минуте. И даже нету Атоса. Не зашел. Совсем не зашел здесь Сайлансер. Еще и с Курсой Макшиной. Не смог вылазка. Даже не слаженно отправляются. Сайлансер где-то далеко. Шарты залетают. Но вот Медузу здесь не пробить. Мату прожимает. Разрешу тиммейт. Вакуум по двоим. Подсевил Сноумбола. Вроде бы неплохо. Сейчас там мук. Просто здесь развалит. Сноумбол залетает. Винтерт Кёрт. Таза же по Андаен. Го Андаен. Сейчас справится Таверна. После за ним отправляется Тускар. Сейчас будет сейчас ЕЧСФ. Неплохо. Лагуну получает по лицу. Джину подсевили. По помощи Колдобрейса. И Грейва. Убивает Медузу. Кстати, неплохо. Убили Медузу. Сбилили с нее. Довольно-таки много голды. Но уже в пятером. Отправится в Таверну. В итоге убили двоих. Трипл килл для Санте. Уже сейчас рядом в Блудстоуне. И это снова Тим Вайп. В исполнении Анима. 2000 голды. 6000 экспейт. Ну, неплохо так. Экспей заработали. Голды капнуло. Но... Не поможет. Ну, и Санатсер получил от тебя. Удвоил даже. Количество. Украденного интеллекта. Но... Увы. У него было всего 4. До замеса. Так что удвоение. Слабенькое. Ну, и пойдут в пуш. Хотя демажа нету. Медуза в Таверне. И, наверное. Попробую так. Ну, поддамажить. Вдруг. Чего. Разведут на байбэк. Если будет неплохо. У нас. Бурен хиксом. А, возможно, тоже. Как я покупал наушники. Которые пошел в подарок хикс. А, возможно, только зелененький хикс. Ну, в принципе, неважно. Ну, и Атос. Появляется с латером. Ставим в Атос. На 30-м минуте. С чем мы его и поздравляем. 2, 5, 4, 8 интеллекта. Ну, совсем не зашел. Ну, что. Пора убить Рошана здесь. Анима. И... Закончить игру можно. И на 18-м разоблустовывание. Если погибнет, сразу же фактически вернется. Купит себе травола. И прилетит в замес. Так что, отдать какой-то из Медузи. И фактически 7 персонажей. Это анима. Что-то, что у нас по АТМ сейчас появляется. Паза Лакан всегда купил. В принципе. Пул суппорт. Он, понятно, самый бедный в команде. Хотя, по Нетворса находится... Неплохо. 4200. Убленит Андаинга и Тускара. Тарксирыч. Вот с Медасиком. Купит себе плейтмейл. Если он хочет допринять отшиву. Лина 4200. И покупает себе травола. Да, там даже рецепт отшиву уже имеется у Тускара. Так что, осталось заформирует только... 2700. Ну, даже 1000. Если бы точнее, 1100. Хорошо, она разваливает. Что там, кстати? Виверна с Даггером. Очень хорошая инициация. Ну, а Медуза... Выходит себе уже, наконец-то, в скаде. Ну, и Пантеры. БКБ, скорее всего. Хочет купить себе вайперов. Калантер. Так, тут себя тот. 1400 сверху. Ну, пока что... Так, хватает эмма. Хорошего. Далековато. Скар. Скар довольно-таки беден. Аркан гражданностики. И ничего не предвидится. Ну, и снова смок покупают. Андаин пытается выйти себе. ПВ-аганимчик. Если у него пока тут только поинт-бустер и 500 голды. СФ, БКБ, свежие. И 1000 голды сверху. Тоже бабенька. Всего лишь 1000 нетворца. В то время, как у его оппонента по миду 18500. Вот смок вылазка. И пока что с базы не выходят. Наход на мид. Решили с базы не выходить. Просто прожали смок. Стояли на базе. Курцу закидывает. Неплохо. Лишает маны здесь Медузы. И лагуну по ЛС. Довольно-таки больно. Приходит обратно на базу. Полетел. На сутоке тут Скарг. Прожали сраженный глобал. Гвардиан Грис. Прожали сцена. Себя скинул. Пока что только Джино. Никого в Месуке не получилось. Стенку поставил. Вайперстрайком. Таким же по Медузе. Медузе довольно-таки больно. Медуза все-таки там с Лейпером. Стерцкор залетает у нас по ондайнгу. Ондайнга здесь раздалить нужно побыстрее. Под боевом Медуза начинает артиллерировать. Медуза развалила уже двоих. Нет, раздалила только одного. Лина забрала у себя фраг. Добивает Лина. И у нас еще и Вайпера. Байбеков нету ни у кого. Неплохо так задули еще по Тускару. А Егги сбили. Но поднимают здесь на яульщик. Атос-моткилл. Заправляет здесь Санта. Ну и Сайлальдсер в соло здесь ничего не сможет. И попахивает ГГшечкой. Мид падает. Переключается на топ иллюзиями. У нас Медуза. Будет что и там подпушивать. Там развалили. Здесь все-таки анима. Довольно-таки сильно они играют. Не зря, не зря. Анима юнита подписали себе этот составчик. Хорошо катают. Все еще без поражения. Но в принципе в Аматорке они все катки выиграли. Дойти до пятого раунда без поражения. В принципе норм. И как мы видим. Идут без поражения на этом Викинг Капе. И ГГшечку. Пишет Вайпер. Санта пошел на хайграунд. Лагуну закинул. Собсотре Фрешера. Медусует прямо на фонтане. Перед падением трона. Он андайинга. Ну и зарабатывает для себя уже 18 фраг. 18-2-10. Неплохо сыграно. 3-1-19 у Медузы. Хорошая катка. Задавили здесь анима очень-очень сильно. И как мне кажется у них даже и пик был получше. И как-то Лайны так себе стояли у Пантер. Все-таки Сайлансер, который стоит в харде. 2-8-6. 8 интеллекта на 30-й минуте. А тост на 30-й минуте. Как-то совсем слабо. Еще и курс у Максиал. Такое себе. Ну да ладно. Поздравляем с победой. Анима проходит. Они уже в полуфинал. В полуфинале они встретятся с командой. Сейчас я посмотрю появился ли оппонент. Да. Команда Перлот. Полуфинал будет скоро. Пока что подписывайтесь на мои социальные сети. Ссылочки в описании. С вами был Тексас. И не отключайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok